Командир, в 0.10.4 тебя ждёт битва четырёх команд, новая коллекция и новый сезон ранговых боёв. Хочешь подробностей? Тогда смотри это видео до конца. Вельдхунд, Фоэрпутс, Глюшванс и Линдвурм. Названия команд, за одну из которых тебе предстоит сыграть в новом событии «Битва чудовищ». Какую выбрать — решать тебе. Но помни, если вдруг тебе захочется поменять команду, то сделать это ты сможешь в начале новой игровой недели. И тут, кстати, всё просто. Другая команда — другие награды. В «Битве чудовищ» тебе будут выдаваться специальные боевые задачи. Выполнил задачу, увеличил личный и командный прогресс, дошёл до ближайшей отметки личного прогресса, получил награду. Ещё наград ты получишь, когда твой личный прогресс сравняется с командным или будет больше него. Тебя ждут нашивки, памятные флаги, суровые командиры с нордическим характером и не менее суровые жетоны чудовищ. Эти жетоны меняют адмиралтейственно-игровое имущество или контейнеры немецкие эсминцы. В них находятся элементы коллекции, которые расскажут об эскадренных миноносцах Германии. Соберёшь всю коллекцию, получишь 4 дня премиум-аккаунта и постоянный камуфляж «Железный крест» для эсминца 8 уровня «Густав Юлиус Меркер». Кроме этого, жетоны чудовищ ты можешь потратить на особые контейнеры, посвящённые 105-й годовщине знаменитого Ютландского сражения. В таких контейнерах могут находиться линкоры «Кёниг Альберт» и «Эджинкорт», постоянные камуфляжи для этих кораблей, уголь, свободный опыт, кредиты, расходуемые камуфляжи и флажные сигналы. Помимо контейнеров, тебя ждёт и другое имущество, посвящённое годовщине ютландского сражения. О том, как его получить, расскажем в новостях на нашем портале. В этой версии игры тебя ждёт старт нового сезона «Ранговых боёв». Это по-прежнему сражение в формате 7 на 7 с отличным от случайных боёв расположением точек на разных картах. Награды за победы, дуглоны и сталь. Больше побед ценнее награды. В новом сезоне будет и несколько изменений. Так, к примеру, снизится количество звёзд для прохождения «Серебряной» и «Золотой» лиг. Уменьшилась также и длительность первого спринта. Кроме этого, изменились и уровни кораблей, играющих в разных лигах. Теперь в «Бронзовую» лигу допускаются корабли 6-го и 7-го уровней. В «Серебряной» лиге примут участие «Восьмёрки» и «Девятки». А в «Золотой» лиге готовься к сражению на десятках. Внимание, внимание! Экстренные новости из Министерства подготовки командиров. В обновлении 0.10.4 будут улучшены навык для крейсеров «Мастер борьбы за живучесть», навыки эсминцев «Утяжелённые бронебойные снаряды» и «Бесстрашный». Также получили свои бонусы навык авианосцев «Сосредоточенный» и сверхтяжёлые бронебойные снаряды у линкоров. А вот навык «Меткий» будет заменён на «Осмотрительный». Работать он будет так. Если ваш линкор не виден противнику, то его скорость будет на несколько узлов выше. Командир, я рада представить тебе новичка версии 0.10.4. Ещё один новобранец игры. Первый гибрид мира кораблей. Знакомься, японские ИСЭ. Линкор, вооружённый 8-ю орудиями калибра 356 мм. Такие же пушки, например, можно встретить на японских Конго и Фусо. Но при этом у ИСЭ на борту есть самая настоящая ударная авиация. А это значит, что помимо артиллерии, ты сможешь атаковать противника с воздуха с помощью торпедоносцев. Но будь внимателен. Пока ты управляешь авиагруппой, сам линкор остаётся без присмотра. В таких ситуациях можно легко пропустить вражеский залп или атаку эсминца. Чтобы знать, где находится противник, нужно смотреть на миникарту. А вот чтобы узнать про подробности обновления 0.10.4, нужно отыскать новость на нашем портале. Там ты найдёшь информацию о том, как получить все новинки версии, а ещё узнаешь об улучшениях в игре. А самые внимательные найдут ещё и кнопку с небольшим, но приятным подарком. Понравилось это видео? Ставь свой командирский лайк, подписывайся на наш канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. С тобой была я, Даша Перова. Увидимся в бою, командир!